Дональдом Трампом и Хиллари Плинтон Дональдом Трампом и Хиллари Плинтон Да, я вам завидую, вам не пришло оставить будильник на 4 утра, чтобы посмотреть дебаты. Вы смотрели в прямом эфире или уже потом в записи? Я смотрел в прямом эфире. Вся Америка, которая стоит на ушах, надо сказать, и ждет с нетерпением и с опасениями результатов выборов. Так что дебаты это посильнее олимпийских выборов. Да, но даже наш интерес российских зрителей так подогревает российское телевидение к этим дебатам, что Хиллари Плинтон даже обвинила уже Дональда Трампом, что он вместе со всей Россией пытается повлиять на эти американские выборы. По крайней мере, она считает, что Россия пытается на них повлиять, но я думаю, что по количеству объема на телевидении так оно примерно и есть. Итак, 8 800 222 12, телефон прямого эфира. Я примерно знаю, уважаемые слушатели, о чем вам рассказывают. Это, конечно, на острие всех обсуждений эти сексуальные очередные скандалы и вот эти претензии, обвинения, которые друг к другу выдвинули собеседники. И мы задаем вам вопрос, уважаемая аудитория, а в России вы считаете некоторые обидные слова, сказанные каким-то из кандидатов в президенты в адрес женского рода всего, они могут повлиять на результаты выборов? Или для нас это дело настолько обычное, что мы не понимаем американцев, которые вдруг сейчас снизили ставки Дональду Трампу ровно за то, что в пятницу оказалось, что он не так отозвался о женщинах, как вообще-то принято в Америке отзываться, а принято отзываться о них уважительно. Вот давайте с вас начнем. Эндрю, что вы скажете про это? Повлияет ли на ваши отношения вот та история пятничная, когда оказалось, что Дональд Трамп сказал, что любая баба, по-русски говоря, любая баба у его ног, потому что он богатый, я могу любую обаясь? Я думаю, что это не самое оскорбительное, что он сказал, я не буду повторять сейчас. Но да, вот, конечно, в какой-то степени это тоже меня доводит до, ну, можно сказать, до ужаса. То есть для нас, особенно как бы у президентского кандидата, вот как бы услышать такие слова, это как-то неприятно. Вы знаете, вот скорее, как бы кто-то когда-нибудь слышал вот такие слова в своей жизни. Я не согласен, что это происходит в каждой раздевалке, в каждом тренажерном зале. Ну, я думаю, что это будет сильно влиять на его шансы вот стать президентом. Почему? Ну, если мы смотрим на разные группы людей в Америке, он, афроамериканцев, он уже оскорбил. Латинцев он уже оскорбил, то есть люди из Латинской Америки. И сейчас как бы несколько раз как бы женщин уже оскорбил. Можно одну из этих групп оскорбить и все-таки выиграть. А оскорбить всех, и что выиграет, это скорее нельзя и невозможно. Да, это очень интересно, что вы сказали. Я должна вот тут сообщить тем, кто не видел дебатов, что он в прямую, его спрашивали, то есть все первые чуть ли не 15 минут были посвящены разбирательству этого эпизода и задавали ему вопрос, так вот одно дело похвастаться, что все бабы твои, а другое дело, действительно ли они твои, то есть действительно ли ты вот так вот себя ведешь. И он старался уходить от этого, он говорил, что у страны масса других проблем, что вы ко мне прицепились, и он все время говорил, он как-то так интересно говорил, что не то, что я приношу извинения, он говорил, что я этим не горжусь, я этим не горжусь. Вот, Константин, как вы считаете, для нашей культуры это, ну, обычное дело, или у нас тоже как бы вот люди бы среагировали так, как Эндрю только что сказал, были бы в шоке? Вы знаете, довольно серьезно мы занимались, правда, лет пять назад вот этой проблемы мужского шовинизма у нас в обществе. В российском? Да. Мужской шовинизм начинается с детства, когда бабушка говорит внуку, что ты ведешь себя как девчонка. Ну, вот это мелочь, конечно, но это заложено. Это заложено в характере, это заложено в национальной культуре. И, к сожалению, вот я много времени провожу в Соединенных Штатах. У меня есть, кстати, один пример. Я читал в Гарварде лекцию и рассказывал вот об этом периоде, 93-го года. И такая фраза была, что Ельцин вел себя как баба. И вы знаете, гробовое молчание. Интересно. Такие совершенно каменные лица у женщины особенно. Вот. То есть я просто допустил неприличное поведение. Понимаете? Люди понимают, что, ну, дикий человек из России, ладно, бог с ним. Это как японцы прощают иностранцам. Да, но это не принято. Вот эта фраза Трампа, что да я к черным хорошо отношусь, у меня даже есть знакомый черный, понимаете? Ну, выдает его как расиста, это понятно. У нас другая культура, другое воспитание, но потихоньку это все меняется. Знаете, это как с вождением. Вот я много вожу машин. Ну, вот в Москве люди уступать начали. Этого не было 5 лет назад, 10 лет назад. Вот. А сейчас другой стиль общения, другой стиль вождения, другой стиль поведения на дороге. Что-то меняется. То есть вы считаете, что если бы российский кандидат вот такие вещи себе позволил, об этом бы стало известно, то уже не так бы проглотило легко это общество, как раньше. В этом смысле меняется? Ну, пока нет. Пока нет. Я думаю, что проявление мужского шовинизма, пока это достоинство кандидата здесь, в России. Нежели недостаток. И, Александр Генис, вот вы в себе сочетаете и русскость, вот знание, по крайней мере, менталитета российского нашего, и американское гражданство, давнишнее очень. Вот вы-то как на это смотрите? На вас это потрясло? Ваше отношение к кандидату перевернуло? Ну, я не знаю просто в какую сторону, я не знаю, за кого вы болеете. Но я, конечно, имею в виду сейчас в худшую. Вот вы как отнеслись к этой истории? Знаете, я никак к ней не отнесся, потому что меня ничего, нисколечки это не удивило. Там вовремя говорить только такие вещи. Что касается России, то я вспомнил, как Путин, узнав о том, что израильскому президенту ставит вину сексуальное исследование, сказал, вот какой настоящий мужик. И это, конечно, говорит об отношении к женщинам, особенно когда приезжаешь из Америки в Россию, все время кажется странным все, потому что, ну как эта женщина стоит, а ты сидишь? Это сплошь, и рядом в России никто не замечает даже этого. Однажды я пришел с женой в редакцию «Огонька», когда еще короче был редактором «Огонька». Я говорю, вот представляю свою жену, вот это моя жена. Говорит, здравствуйте, жена. То есть он не потерясовал свое имя, потому что, ну, жена есть жена, да? Ну да, жена оденется, да. Это раздет по всему воздухе. В Америке ничего подобного не происходит, потому что женщины, ну, вообще, они более влиятельные, чем мужчины, прямо скажем. Потому что женщины дольше живут, лучше учатся, больше зарабатывают. Часто они становятся важными людьми. И, в общем, эмансипация в Америке достигла того уровня, при котором оскорбить женщину – это довольно глупо. Особенно на выборах, потому что женщины просто чаще голосуют. И Трамп сделал ошибку не потому, что они сказали какие-то страшные вещи. Мы очень мягко перевели его слова на русский язык, а я не решаюсь перевести, потому что это будет похабно. И эфемизмами тут не отделаешься, потому что он оскорбил действительно женщин. Причем самое странное в этой позиции заключалось в том, что он обвинял не Хиллари Клинтона, а Билла Клинтона в том, что он еще хуже. Мне напоминает старую историю. В Верненковске приходит присутствие каждый день пьяный, а я не каждый. И таким образом он сравнил себя с Биллом Клинтоном и сказал, что я плохой, но Клинтон хуже. Все это не имеет ни малейшего значения, потому что его аудитория вряд ли изменит свои взгляды. Правда? Да. Вы понимаете, дело в том, что эти дебаты рассчитаны не на Америку. Те люди, которые приняли уже решение, и демократы, и республиканцы, они вряд ли сдвинут что-нибудь с этой позиции. Хотя, конечно, верхушка республиканской партии в ужасе. И вот только что, пока я с вами разговариваю, я прочитал, что Райан, ведущий республиканский авторитет, сказал, что он больше не поддерживает Трампа. Это буквально несколько секунд назад я прочитал на планшете. То есть для верхушки республиканцев, да, но она никогда не нравилась, Трамп, тут нет ничего нового. Для кого же эти дебаты рассчитаны? Они рассчитаны на независимых, на людей, которые еще не решили. Примерно 8%. Но именно от них зависит исход выборов. И мне кажется, что гораздо более важное на этих дебатах было не сексуальные откровения Трампа, который так собой любует, за что смотреть смешно, а то, что он сказал. Знаете, на каждые вторые дебаты, первый раз он ляпнул про налоги, когда он сказал, что я слишком умный, чтобы платить налоги. Это то, что оскорбило всю Америку, потому что все мы платим налоги, все мы ненавидим это дело. Как дураки, да. А и получается, что мы все дураки, а он умный. Он такой богатый, но не платит налогов. Это, конечно, оскорбило всех. На этот раз он сказал нечто еще более страшное. И как-то не очень обратили на это внимание, мне кажется. Но обратят. Уже сейчас в отзывах о дебатах эта фраза выходит на первое место. Он сказал, что посадит Хилари Клинк в тюрьму, когда он придет к власти. Эта фраза не из американского политического лексикона. Это Инукович может посадить в тюрьму. Юлию Тимофееву. Это Немцова можно убить, потому что он представляет опасность. Для власти имущих. Но в Америке, в этом и заключается суть Америки. В том, что мирный переход власти. Мирный. Это означает, что тут нет места для политической мести. Это же не Гвельфы и Гибеллины, которые каждый раз, когда они проигрывали, одна партия проигрывала, то вторую уничтожали или изгоняли. Как это было с данной. Но мы же не во Флоренции, мы в Америке. И эта фраза привела в ярость, в первую очередь, людей, которые понимают, что смысл Америки в законности. И сегодня колумнист Нью-Йорк Таймс, Пол Кругман, между прочим, лауреат Нобелевской премии, сказал, что если бы у Трампа было полчаса, и он прочитал то, что нужно было знать кандидату в президенты, он бы знал, что он не может заявить Хиллари Клифф на тюрьму. Он не может прокурору приказать начать расследование. Потому что это не в компетенции президента. Но Трамп этого не знает. И мне кажется, что гораздо важнее, чем все его сексуальные эскапады, самое страшное с Трампом, то, что он не знает, чего он не знает. Вы знаете, все мы делаем такие ошибки. Вот я, например, пишу что-то, и я не проверяю, потому что я уверен, что я знаю. А я не знаю. И это так рождается ошибка. Потому что когда вы проверяете, то вы не сделаете ошибку. Поэтому вот это вот невежество, оно особенно опасно. И Трамп, конечно, не болеет, потому что он не знает, чего он не знает. И поэтому он говорит все время лишнее. Ну, например, эпизод с Сирией, когда выяснилось, что он говорит не то, что говорит его вице-президент. Он просто не знал, о чем говорить. Он не знал, что сказать. И на фоне этого эпизода очень интересно было смотреть на Хиллари Кмитта, которая пережидала Трампа. В общем, она приняла правильную позицию. И лучше всего об этом говорит не слова, которые они произносили, а жесты, язык жестов и пост. Мне кажется, я вообще всегда на дебатах время от времени выключаю звук, чтобы посмотреть на картинку без звука. Что же мы видим на этой картинке? Вот посмотрите, что сегодня на первой странице New York Times фотографии. Видите? Как за нее показать получше? Ага, вот так. Да. Плохо видно. Дело в том, что она стоит перед ним. Они все время ходили по территории. У каждого была своя невидимая зона. Она все время заходила в его зону и становилась перед ним. Как журнал Forbes совершенно справедливо отметил, она себя вела как учительница. Я бы сказал, как заводч. Она вообще похожа на строгого заводчика. А мне напомню, это фильм «Театр». Помните, когда она вытаскивает платок Джулия Ламберт и затмевает с собой вот эту вот молодую актрису? Да, да, да. Но дело в том, что это не молодая актриса, а это второгодний, который уже вырос, но остался второгодником. И она с ним обращается именно так. Знаете, я ведь тоже был в свое время учителем в школе. И они напомнили, как себя должен вести учитель в тот момент, когда на задней, на Камчатке сидят двое и болтают во время урока. Нельзя перерывать урок и останавливать детей. Нужно подойти к ним, просто стоять рядом. И они перестают болтать. Но вот ее поведение, это же и есть иллюстрация к тому доминированию женщины, о котором вы говорили. Все время ощущение, что она доминирует, а он оправдывается все время. В этом и заключается ее позиция. Она ведь хочет только одного. Она не хочет показать, что Трамп плохой кандидат в президенты. Там же неправильная его политика. Она хочет сказать только одно, что Трамп не годится в президенты. Она так и сказала, что у нее было множество политических противников, но она никогда не сомневалась в ее компетентности. Она считала, что у них разные позиции. Сейчас она хочет сказать одно. Трамп псих, и поэтому он не годится в президенты. Вот ее месседж. И ничего другого она уже второй раз на дебатах не говорит. Потому что все ее политические позиции, это риторика, в которой я не вижу ничего нового, ничего особенного. Но мы все равно по каким-то позициям пройдемся сегодня в разговоре. Потому что все-таки любопытно. Я не очень соглашусь, что так мало людей меняют свое мнение под влиянием дебатов. Потому что там будет один вопрос, который касается приема беженцев в Соединенный Штат. Я у вас буду все-таки спрашивать, на кого это больше подействует. Чья позиция будет более приемлемой для американцев. Потому что мы этого не знаем. Мы уже знаем настроение в Германии, мы не знаем настроение в Америке. И вы расскажете нам. Я предлагаю сейчас послушать опрос. Мы задавали нашим российским прохожим вот такой вопрос. Повлияет ли вот эта история на американских избирателей? Давайте посмотрим, что они отвечали. Отпугнут ли американского избирателя откровения Трампа о женщинах? Не думаю. Почему считаешь, что нет? По ассоциации с Клинтоном, многие после его скандала с Левински, наоборот восприняли как настоящего мужика, такого брутального, так это да, все как положено, жена, любовница в Сарате, в Арканзасе, я хотел сказать. Ну и так далее. Может быть и здесь так же. Ну политика вещь непредсказуемая. Не знаю. У них очень невелик выбор. Я думаю, что не особо повлияют. Менеджеры, они все такие жесткие. Поэтому, что он там с женщинами делает, для многих это будет другой вопрос. Ну я не знаю, мне кажется, нет. Потому что, во-первых, он за это извинился, насколько я слышала в новостях. Во-вторых, ну возможно, деньги и звездный статус позволяют ему так думать. Возможно, что такие женщины и были в его жизни, поэтому, возможно, и были такие откровения. Но если бы меня кандидат в президенту устраивал по другим каким-то позициям, меня бы это не оттолкнуло. Я считаю, что любому политику вообще непозволительно такие высказывания. Там вот простому рядовому человеку, там, в качестве шутки, не шутки, не знаю, политик, он должен быть все-таки благородным, сказать, ну, как каких бы он взглядов не придерживался, там, политических, то, конечно, отпугнет, я думаю. Я вообще думаю, что он вряд ли победит на выборах. Думаю, что да, потому что у них другое отношение к женщинам, чем у нас. У нас как-то проще к этому относится. Нас бы не отпугнуло. У нас бы не отпугнуло, это точно. У них отпугнет. Кто из нас иногда про женщин что-нибудь плохо не скажет? Вас бы отпугнуло такое? Ну, не, ну, сказал-сказал. Они же не выясняют, почему он это сказал. Он извинился, по-моему, да? Ну и все. Наверное, есть люди, которые поддерживают Трампа в том числе за то, что он сексист, да, и для них это не является никаким, значит, какой-то неожиданностью. Поэтому я не знаю, просто какое количество американских избирателей поддерживало Трампа, но не знало о том, что он сексист. Да, мне самому такие сказки не нравятся. Я думаю, что нет. Я за него. Ну, я, насколько знаю, уже отпугнули. То есть он становится менее популярным. Ну, конечно, наверное, это имеет место быть. Как у любого, наверное, президента, вынуть грязное белье, так сказать, на чистую воду все это вынуть. Но это все сойдет на нет. Он имеет право, он красивый мужчина, он достаточно, как бы, состоятельный. Почему нет? Как бы он имеет место быть вот с красивыми женщинами. А средства массовой информации для этого и существуют, чтобы вынимать эту грязь. Поэтому я за Трампа. Ну, вот давайте мы послушаем. Денис из Иссентукова нам звонит, и тогда вы уже прокомментируете все мнения. Пожалуйста, Денис, здравствуйте, говорите. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вы меня слышите? Ну, мы вас слышим, да. Ну, почему вы не используете древний принцип в вашей передаче? Пусть будет выслушана и противоположная сторона. Чья? Я слышал Михаила Веллера, по Эхо Москвы. Так. Вот у него блистательная альтернативная точка зрения по поводу Трампа. Про госпожу Клинтона он говорит, что она ставленница международных корпораций, и что все ее сторонники борцы с простым американским народом. Вся эта так называемая прогрессивная общественность. Денис, я вам очень благодарна. Вы поймите, одно очень простое... Я вас очень хорошо поняла. Все, я все поняла. Вам не хватает в нашем эфире поддержки Трампа. Но у нас нет, мы не собирали... Альтернативную точку зрения. Да, но альтернативную вы, конечно, имеете в виду. Вот вы сейчас думаете, что мы сидим и поддерживаем Хиллари Клинтон, правильно? Да. Вот. А мы никого тут не поддерживаем. Вы поймите, я даже понятия не имею. Вот я сижу уже здесь с вами 24 минуты или 20. Я не знаю, за кого наши гости... Спасибо большое. Денис, спасибо. Хорошо, Денис, спасибо вам большое за звонок. Я поняла, что хочется побольше позитива по части Трампа, потому что это же любимец российской аудитории. Так, что вы скажете об этих мнениях в целом? Оцените их, пожалуйста. Вот Эндрю Константин. Те мнения, которые звучали? Мне сложно сказать, потому что я как-то кажется, конечно, что на выборы смотрят по-другому, чем в Америке. И скорее показывают, которые говорили с вот этой разной точки зрения. Во-первых, вот то, что я бы сказал по поводу этих откровений, вот скорее это у нас сейчас воспринимается как... Ну, не как сексизм, но скорее как признание того, что на женщине находится, или скорее вот, что он готов их захватить вот за интимными местами. То есть поэтому это чувствуется немножко по-разному или по-другому. И поэтому, когда мы смотрим на ту фотографию, которая показывалась вот у эксперта, здесь, как бы, комментарии именно как бы сошлись на том, что Трамп шел за Клинтон. И те люди, которые писали об этом, говорили, что это именно сказывается или показывает его агрессивность в этом смысле. Я не совсем согласен с теми, которые думают, что это не будет никак вот именно влиять на выборы. Но они переносят свое отношение к этому на американцев. Они думают, если бы на нас это не повлияло, значит, и на вас не должно повлиять. Вот пять лет назад, я говорил вам об этом исследовании, мы провели, совершенно так, используя американскую методику, провели социологическое обследование российских женщин, чтобы понять проблему сексуальных домогательств. Значит, у американки, там, примерно 25% подвергаются сексуальным домогательствам, а российские женщины, вот, после первого опроса, оказалось, процентов 70. Но когда мы глубже стали исследовать этот вопрос, оказалось, что российские женщины имеют в виду все-таки сексуальное насилие, а американские имеют в виду именно сексуальные домогательства в американском смысле, то есть неприличный анекдот, то есть то, что женщину ставят в неравное положение. В американском обществе это тоже есть сексуальное насилие, но это полтора-два процента, а у нас 70, понимаете? А сексуальное домогательство в американском смысле ровно 100%. Это норма, норма поведения в обществе, так что... Понятно. Я вот предлагаю перед тем, как к другим темам двинуться, вот этим дебатикам, послушать несколько экспертов. Вот Владимир... Нет, сначала Владимир Сухой. Помните, такой был Владимир Сухой, Владимир Головня, я помню. Передавали их материалы все время из Америки. Слушаем Владимира Сухого. Я считаю, довольно ноздря в ноздрю, как говорится, идутся. Но все-таки можно считать, вот по последним опросам, уже 3-4, а то и 5 очков пунктов выигрывает Хиллари. И особенно после вот этой пленки 11-летней давности, когда Трамп там очень нелестно говорил о женщинах, мягко говоря, нелестно, конечно, Америка на это очень-очень болезненно реагирует. И я думаю, это может закопать его. Владимир Согрин, тоже эксперт-политолог. Я думаю, что это сообщение о Крампе, как он высказался по поводу женщины, я думаю, резко снизил его шансы. И в связи с этим Клинтон вышел вперед сейчас. Даже вот Шварценеггер сказал, что впервые в жизни не буду голосовать за республиканского кандидата. И те республиканцы, которые даже обещали ему поддержку, тоже подумали, ну, дешевка какая-то это Трамп. Так что я думаю, вот этот момент сыграл свое значение. И сможет ли в течение месяца Трамп и его команда каким-то образом нейтрализовать этот мощный удар? Ну, очень трудно сказать, поскольку идет же война компроматов, и, может быть, команда Трампа такое нароет на Хилари Клинтон, что малые не покарят, и битва большего и меньшего зла каким-то образом изменится, что то, что сейчас кажется большим злом, вдруг станет меньшим злом, а то, что меньшим злом, станет большим злом. И послушаем Михаила Таратуту, международника, журналиста. Безусловно, Хилари опережает сейчас Трампа примерно на пять пунктов, и это уже довольно серьезно. Если Трампу не удастся переломить в будущем ход, то, пожалуй, он будет обречен. Но нынешний результат, пожалуй, что еще ни о чем не говорит, потому что до выборов еще две недели. Едва ли Трампу удастся улучшить свой имидж среди тех, кто еще не определился, а ведь они по-настоящему будут решать исход выборов. Но вопрос-то в другом. Вопрос в том, что не произойдет ли какой-то утечки компромата о Хилари, который поставит ее в такое же положение, которое сейчас поставлен Трамп, после утечки вот этого видеозаписи, где он очень негативный, некрасивый, грубо отзывается о женщинах. Вполне возможно, что с Хилари произойдет точно такая же история, которая может изменить соотношение сил. Поэтому сейчас пока определенно сказать трудно. Да, на несколько пунктов впереди Хилари, но что будет за эти две недели, произойдет, одному богу известно. Я вот уточню сейчас перед тем, как двигаться дальше. У Александра Гиннеса одну вещь. Вы сказали, Александр, что, ну, конечно, странно, это асимметричный ответ, когда он ей ставит в вино прегрешение Билла Клинтона, приводит трех свидетельниц, у которых якобы были с ним романы. Но как объясняют по российскому телевидению, который точно, естественно, с утра подхватили, и вот эту аргументацию Трампа нам показывают, транслируют, они говорят, что ей это инкриминирует не столько похождение ее мужа, сколько то, что она, зная имена этих сотрудниц, Билла Клинтона, начала их травить и выживать с работы, то есть мстить им за романы с ее мужем. Так ли это? Елена, все эти обстоятельства были подробно расследованы. Я ведь в Америке 40 лет живу. Я прекрасно помню все скандалы с Биллом Клинтоном, с его женщинами, все эти обстоятельства. Вы понимаете, это все было обсусано до костей. Все-все знают. Можно поднять документы, можно раскопать все это. Только это совершенно неинтересно, и совершенно не важно. Нет, ну как это не важно? Ну он приводит их, четыре человека привез сейчас с собой, как с чистого листа бумаги все начало. Каждую минуту. Все, что он говорит, является неправдой. Когда я смотрел дебаты, Нью-Йорк Таймс собирает во время дебатов свою группу экспертов, девять человек, которые проверяют каждое заявление кандидата. Так вот, у Трампа все красно, подчеркнуто, потому что ложь на каждое слово. То, что он говорит об этих женщинах, все это было исследовано, не в чем Клинтон было обвинить. Если бы можно было обвинить, она бы никогда не добралась до нынешней позиции, потому что вся ее жизнь, она на поверхности, она видна, она просвечивает, это рентген политика. Меня гораздо больше интересует, вот я посмотрел опрос в Москве российских граждан. Что меня больше всего заинтересовало, какое внимание уделяют простые россияне, артикулированно, с азартом говорят об американских выборах, до которых в сущности никакого дела нет. Мне кажется, что это объясняется тем, что поскольку в России выборов не существует, то поэтому все играют выборы американские. Вот представьте, если бы были дебаты между Трампом и Хиллари, в конце концов, что мы знаем про, что в России знают про американские государства? Были бы дебаты между Путиным и Навальным. Вот тогда, я думаю, вы все говорили про российские выборы, а не американские. И в этом отношении американские выборы, они дают такой политический театр. Это печально, с одной стороны. С другой стороны, демократия всегда была такой, она всегда ошибалась и справляла свои ошибки. Трамп — это бесспорно ошибка демократии, потому что республиканская партия никоим образом не хотела выдвигать его в качестве своего делегата. И поэтому впредь что-то произойдет. Впредь таких делегатов, как Трамп, на мой взгляд, не появится. Республиканская партия изменится, изменится вся политическая жизнь. Вы знаете, позвольте мне описать такой пример. Когда-то появилось телевидение, и телевидение резко вмешалось в борьбу, политическую борьбу. Знаменитые дебаты между Кеннеди и Никсоном впервые показывались по телевидению. Те, кто смотрел эти дебаты по телевизору, голосовали за Кеннеди. Он был красивым, а Никсон потел и плохо был выгляд. А те, кто слушали по радио, голосовали за Никсона, потому что он говорил гораздо более убедительно. После этого все политики стали говорить, стали обращать внимание на телевидение, главную очередь. Трамп — первый политик, который пробрался к власти, пробрался почти к президентской власти за счет твитов. Это то, что можно уложить в одно предложение. И вот теперь нужно подумать, как демократии принять вот эту перемену в политической жизни и справиться с ней, как-то ее инкорпорировать в демократическую систему. Конечно, это будет сделано. И в этом смысле даже такие комические выборы, как нынешние, все равно пойдут на пользу американской демократии. Спасибо, Александр. Я вот сейчас напомню нашим слушателям, что, не напомню, может, кому-то расскажу, что следующие темы после секса сдвинулись, когда наконец-то сдвинулись с этой историей в дебатах, начали обсуждать медицинские страховки. Я сейчас гостей, только если у нас останется время, я попрошу разъяснить, потому что когда я просила разъяснить мне в Америке, в чем смысл, два часа это заняло у моей подруги, американской, ровно два часа, чтобы я поняла всю систему, два часа и засекла время. Поэтому, если получится, мы как-то... Как-то... Ну, я все-таки хотела бы на более вещи, может быть, интересные нашей аудитории и понятные перейти. Это отношение к беженцам, к мигрантам. Правильно ли я понимаю, Энтри, что упрекнул Трамп своего оппонента в том, что она эти квоты поднимает, то есть она приветствует приток беженцев, она ему говорит, что как же вот слеза ребенка на вас не действует. Это фотография там ребенка, которая обошла весь мир, столько кликов. Там вообще очень много ссылаются на клики на этих дебатах. Это большую роль играет. Сколько просмотров увидел и так далее. Как же так? Вы же видите, мы же должны им помогать, потому что они несчастные, дети страдают. Он ей довольно жестко говорит, что нет, все-таки вот мои генералы, мои военные, с которыми я поддерживаю отношения, они говорят, что мы готовы защищать наши границы. Он эту миграционную политику не одобряет. Он за снижение потока. Вот скажите, в этом смысле, вот здесь кого скорее поддержат? Вот по этому вопросу американские избиратели? Ну я думаю, что скажем так, вот есть очень много людей, которые поддерживают Клинтон, вот в этом, но единственное для них это не ключевой вопрос. То есть мигранты... Все-таки Клинтон, то есть... Я имею в виду, что есть очень большая группа, которые поддерживают Трампа, а для них это самое важное. А есть, может, даже больше, или может, ну, та же самая сумма людей, которые поддерживают Клинтона, где-то на 50%, но все-таки для них это не самый ключевой вопрос. Для Трампа это, а, иммиграция, б, экономика, ну, пожалуй, вот это самое важное его. И поэтому в этом вопросе... Он не ключевой, но тем не менее, вот симпатии, чего больше хочется американцам, ограничить, или они так лояльны, терпимы, если надо, если страдают люди, то, пожалуйста, приезжайте. Это полностью зависит от части страны, где вы бываете. Вот я сам из Нью-Йорка, например, и город Нью-Йорк довольно либеральное место, и очень много иммигрантов, очень много людей, которые приехали из разных стран, поэтому там, вот, сильно за Клинтон, вот, и поддерживал такую политику. Поедем куда-нибудь, не знаю, в Канзас, в Арканзас, в Техас, во Флориду, в Техас, где намного больше иммигрантов, обычно, вот, из Мексики, вот, из Латинской Америки, и где люди по-другому смотрят на мир, вот, по-другому смотрят на, либо на борьбу с терроризмом, или на опасность терроризма. Я думаю, что подавляющее большинство, там против вот такого подхода, что давайте вот мы всех пригласим. Стоит здесь отметить, что в Штатах намного меньше иммигрантов приняли, чем, ну, например, в Европе. То есть, если в Европе мы говорим уже про миллион человек, в Штатах мы говорим про 10 тысяч, то есть, говорить, мы хотим это поднять на даже 500 процентов, это все равно, вот, не то же самое, что происходит сейчас в Европе, или в других странах. Поэтому, скорее, вот, мы не говорим именно про реальность, о том, что будет дальше, но для тех людей, которые поддерживают Трампа, это опасность терроризма, людей из Сирии, которые приедут, для них это, скорее, вот, психологическая вот такая. Он на это прямо и давит. Он говорит, что вы приглашаете неизвестно кого, мы не можем их проверить, вы приглашаете, мы их проверим, он все это говорил на дебатах. Да. Я думаю, что вот для тех людей, для тех людей, которые именно его уже поддерживают, это очень сильно действует. Вопрос здесь, мы уже говорим про 10 процентов, которые пока не выбрали, или не решили вот между ними. И здесь это вопрос, это мы не хотим то же самое, что было, это то, что отпугает нас от Клинтона, но готовы ли мы принять этого человека, который мы, не знаем, вот он готов быть президентом или нет, у него есть менталитет быть президентом или нет. То есть завоевывать больше или новых избирателей такими, вот именно такими темами непонятно, потому что все уже знают, как он относится к иммигрантам и как он относится к беженцам. Да, и вы что скажете, Константин, вот по вашим наблюдениям в Америке... Вообще, это страна иммигрантов, наверное, вы знаете, да. Так она и говорит, что вот мы с мусульманами должны вместе строить. Вот электорат Трампа это так называемые квадратные штаты. Это то, что в середине Соединенных Штатов там просто по-другому, другая Америка, по-другому все устроено, очень мало иммигрантов. они боятся. Они боятся. Это же еще и социальная проблема. Вот почему по поводу мексиканцев эти все разговоры, огромное число нелегальных мигрантов. Огромное число. И они не платят налоги. и они фактически, ну, паразитируют на американской системе. И выход либо дать им гражданство, за что выступают, ну, не всем, а там, большей частью, за что выступают демократы, либо выселять, за что, ну, не напрямую, но косвенно выступает Трамп. А квадратные штаты, конечно, это их меньше касается. Но, конечно, по идеологическим соображениям это такая провинция, чуть туповатая такая, понимаете, по идеологическим соображениям, конечно, они поддерживают Трампа. Вот. Но это действительно не главная проблема. Главная проблема, кстати говоря, вот на последних дебатах, это Россия. А, я еще Александру, Александру хотел сказать, не все так просто. Российское телевидение таким образом педалирует тему выборов не только потому, что, ну, не только телевидение, пресса и, я не знаю, особенно телевидение. Я внимательно слежу за пропагандой. Трамп уже несколько раз победил. Конечно. Уже победил, уже все, и рейтинги там больше. Да. Вот. это попытка воздействия на электорат русский. Русский мигрантский, конечно. Значит, всего людей, понимающих по-русски, довольно много. Семь миллионов Соединенных Штатов. Те, кто подключены ментально вот к этим каналам информационным российским, ну, где-то около полумиллиона. Да, там страшная борьба между отцами и детьми. К счастью, они все расположены в демократических штатах. В Нью-Йорке, в Сиэтле, в Калифорнии. В Нью-Йорке еще, да. Они не очень влияют, так сказать, на... Но часть есть и в квадратных штатах. Ну, в Нью-Йорке будут голосовать за Трампа вот родители тех детей русских, которые выехали. Вот у них будет раскол в семьях. Нет, нет. У них подавляющее большинство там демократов. Там подавляющее большинство за Путина на Брайтон-Вич. А это значит за Трампа. Нет, нет. Здесь вот про украинцев, про поляков, которые еще составляют довольно частную... Ну, это только про выходцы из России сейчас говорим. Американская система голосования, она очень специфическая. Там не все сваливается в одну кучу. Я знаю, да. Там каждый штат голосует отдельно. И вот то, что я говорю по поводу того, что Нью-Йорк демократический штат, это значит, что победа Клинтон там обеспечена. Это, конечно. Я не о том, я говорю о том, что вот те иммигранты, которые живут в Нью-Йорке, они дадут голоса. Вот, попомните, они свои голоса Трампа отдадут, он получит от них, именно от тех, которые за Путина, за Родину. Так и не получит. В этом-то и фокус. Он не может их получить, это демократический штат. Но я, конечно же, говорю не об окончательном результате по штату Нью-Йорк, который он получит, фактически, а получит вот какой-то процентик вот в том окончательном, который будет за Клинтон. Вот это вот я имею в виду. Что-то он получит, все-таки, тем не менее. Виктор из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста. Добрый вечер. Ну вот мой вопрос несколько предвосхитил Александр Генис. Тем не менее, я вот хочу повторить. Вот у нас привыкли как бы сравнивать системы, ну мы сопоставляем избирательные, скажем, Россию, штатах. И в отличие от российской, вот где мы сейчас наблюдаем, так сказать, вот некий отрицательный отбор, да, в силу известных, так сказать, обстоятельств. Вот всегда считалось, что в штатах, так сказать, именно проталкиваются именно достойные, лучшие, да. И вот мы видим, независимо от выборов, все-таки, действительно, это сбой, что у республиканцев вот вышел на поверхность Трамп. У меня вопрос, вот, наверное, Константину и Александру Генису. Все-таки, в силу чего они считают, вот в силу каких механизмов это произошло, то есть, что-то подействовало, что отнюдь не самый лучший из республиканцев вышел. Спасибо. Как же так получилось, спрашивает наш слушатель, какой ужас. Как же так получилось? Ну, во-первых, на этот вопрос еще Сократ дал ответ. Народ не выбирает лучших из своей среды. Он выбирает таких же. Вот. И во-вторых, сложный такой психологический момент, связанный с тем, что, вот, почему человечество запрещает пропаганду фашизма. Ну, в Соединенных Штатах там этим можно заниматься, но это бесполезно. А там, в европейских штатах, в России, кстати говоря, пропаганда фашизма формально запрещена. Потому что идеи расового превосходства, идеи любого другого вида превосходства, они очень хорошо ложатся на сознание. Они это такой легко воспринимаемый яд. Вот. Трамп это популизм. Это тот же самый яд. Он легко воспринимается. Это как болезнь. Это его все-таки на съезде, тем не менее, консерваторы, которые, это же не сидит простой народ. впервые за, по-моему, там, долгую историю республиканцев он встретился с огромной оппозицией в своих рядах, в республиканских. Впервые там часть людей не просто не хотели его поддерживать, не хотели руку ему пожимать. Понимаете? Потому что Это как Мальцев в Парнасе. Ну да, примерно. Вот. Популизм это хорошо, это легко. Тем не менее, но это конкретные консерваторы, я имею в виду консервативные люди не из народа. Вот все-таки мне представляется этот съезд. Это эсфемизм насчет консерватории. Это обычный популизм. Перестаньте. Мне кажется, что сидят там люди на съезде уже представляют собой не просто какие-то там народные массы, а что-то такое уже поднаторевшее в политике, я имею в виду. Уже опытные, матерые, все съевшие. Никто не знал, что он так далеко пойдет. Понимаете? То есть все ожидали, что Трамп как-то вот особенно к моменту дебатов адекватным будет. Никто же не понимал, что он совсем без тормозов. Ну, совсем. Ну, в общем... Изначально я воспринимал его именно как выбор, который раньше был против всех в России. И если вначале вот мы смотрим, мы видим, не знаю, 15% выбирают против всех, но при этом во-первых, огромные протестные голосования в республиканцев и во-вторых, не было хорошего альтернатива или слишком много их было. Ну, смотрите, мы все помним, как сначала праймерис и так далее, какие-то звуки, но потом-то в конце концов он выходит к людям, там же несколько кандидатов, он же выходит к людям, которые все уже знают в этой политике, ну, какой на них популизм может подействовать. Все равно к чем-то они руководствуются, когда его одного ставят. Цинизм. Но ее рейтинг самый большой, но в самом среде республиканцев самый большой. А дальше предположение, гипотеза о том, что он адекватен, нормальный, но она не всегда верна, эта гипотеза. Не знаю, вот совсем я просто хочу сказать, что не совсем цинизм, я думаю, что это отчаяние, вот на самом деле. Здесь как бы нужно, по крайней мере, признать, что есть много людей, какой-то, ну, какая-то существенная часть штата, которые чувствуют, что политики их не слушают. И в чем опасность мне кажется этих выборов, это в том, что сейчас я думаю, что Хиллари выиграет с разрывом, не знаю, 8 процентов. Это большой. Выиграет. Выиграет. Но это не значит, что когда она станет президентом, что все будут ее воспринимать как человек, который, скажем, справедливо выиграла. То есть ей еще придется завоевать интересы вот этих людей, которые могут быть чувствовать, что у них был кандидат никакой. То есть кандидат, который не был конкурентоспособным, несмотря на то, что они сами его выбрали. Эндрин, но я правильно понимаю, что все-таки формально, несмотря на то, что у него самый высокий рейтинг, они могли бы его не пропустить дальше съезд. Мить мог все-таки другого кандидата. Несмотря на его высокий, это же не гарантирует самый высокий рейтинг в прохождении на съезде. Это вопрос лояльности, понимаете, лояльности партии. Потому что партия, это же не только люди там, это некоторая программа, концепция. Концепция, которая отличается демократической концепцией, снижением налогов, сокращением халявных вот этих всяких там выплат, социальных программ. Это программа. Вот. А Трамп пошел дальше, понимаете. Он, ну, в некотором смысле пытался монополизировать, управлять этим процессом. Ну, понятно, что многие просто от него отвернулись. мы не будем дальше на этом останавливаться, потому что, ну, уже он все, вот он уже. Может быть, конечно, изменится что-то, и это будет не он, в конце концов, в ноябре. Но это запросто. Параллельно же в Викиликс развивался этот процесс. Был слив очень мощный, и вот этот скандал с сексизмом Трампа, он фактически микшировал, закрыл вот этот скандал с Викиликс. Это известное дело. Да, давайте мы сейчас вот посвятим оставшуюся часть нашей беседы России, потому что уже на первых, в первой части дебата было понятно, что, вот грубо говоря, да, вот Хиллари говорит, что нет у нас никаких точек соприкосновения с Россией по важным вопросам, а Трамп говорит, есть. Хиллари в лоб говорит, что это они, хакерствуют тут, бесчинствуют, он говорит, что это может быть любой толстый мужик на диване, и Китай, и кто угодно. То есть уже было тогда. Сейчас. Что мы видим сейчас? Она в прямой, она в лоб опять ему говорит, что тебе вообще Россия платит. Ты покажи свои документы финансовые, потому что я подозреваю, что тебя так тащит Россия сейчас, что явно это за денежки. То есть явно совершенно у тебя какой-то финансовый сговор с ними. Буквально она ему это говорит. И дальше переход идет на... Ну, он говорит, это все ерунда, все понятно. И тут я вот хочу обратиться к Александру Геннису. Дальше идет переход на Сирию. Она точно так же в лоб говорит, это Россия бомбит Алеппо, Россия уничтожает мирных жителей, Россия убивает детей. А он в это время говорит, а мы должны с Россией... Нет, мы должны с Россией находить общий язык. Мы должны вместе с Россией и Сирией бороться с ИГИЛ. Понимаете, то есть абсолютно... То есть тут уже абсолютно радикальный взгляд на то, как себя ведет Россия в Сирии. Абсолютно. Это наш союзник или это наш враг, который уничтожает мирное население. Вот здесь, Александр, расскажите нам, пожалуйста, как реагируют на это американские избиратели, на этот их полярный взгляд на Сирию и на Россию. Такой полярный, как кажется, потому что Трамп меняет свои взгляды все время. То он говорит, что нужно бомбить Сирию, то он говорит, что нужно вмешиваться в иностранные дела. И поэтому он говорит каждую секунду то, что вызывает аплодисменты среди его сторонников. Поэтому я бы не прислушивался к его словам вовсе. Гораздо важнее то, что говорит Хиллари Клинтон, потому что я думаю, что именно она и будет президентом. И, вы знаете, ведь это же не Клинтон говорит, не Хиллари говорит про Сирию, не Хиллари говорит про украденную переписку. Это говорит Америка, это говорят ФБР, это говорит президент Америки, это говорят те, которые имеют власть, имеют информацию и знают, что они говорят. И в этом отношении русская карта на этих выборах, она вызывает удивление. Потому что если Россия решила поддерживать Трампа, то она это сделала таким образом, что Трампа просто не выиграет, именно потому что Россия его поддерживает. Я полагаю, что трудно придумать более идиотскую манеру, как давить на какого-то из кандидатов. Потому что таким образом, естественно, американское отвращение к стране, которая пытается воздействовать на их президентские выборы. Именно об этом говорил президент Обама. И это вызывает прямо противоположную реакцию. Я думаю, почему так происходит? Ведь в России у власти находятся люди, которые занимаются секретной войной. Это люди, которые должны были бы понимать такие вещи. Но я думаю, что они двоечники. Поэтому они не понимают, что они делают прямо противоположное тому, что выгодно их интересам. Кроме всего прочего, я не считаю, что Трамп выгоден для русского путинского режима, потому что Трамп непредсказуем. Любая политическая игра предусматривает одно – предсказуемость партнера. Трамп непредсказуем. И представить себе, что у него есть атомный чемоданчик, как называется по-американски футбол. Это чемоданчик, который позволяет запустить атомную ракету. По-моему, это страшно для всех, в том числе и для русского руководства. Поэтому мне кажется, что все это просто огромное недоразумение. И вмешиваться в американскую президентскую борьбу было опасно. И это контрпродактор. То есть то, что делает Россия, это вызывает отторжение, в первую очередь, от кандидата, которому она старается помочь. То есть я считаю, что они работают на Хиллари Клинтон. И я уже не раз встречал конспирологические теории о том, что это все Хиллари подкуплено Путином, что она у него в руках и так далее. Но с другой стороны, не забывайте, что 15% американцев уверены, что никакой высадки на Луну не было. Это все в Голливуде устроили. Всегда хватает людей, которые верят в летающие тарелки, в зеленых человечках, в Крыму и так далее. Поэтому это никак не повлияет на исход выборов. Что касается, почему же... Вот тут была замечательная, интересная дискуссия, почему Трампа выбрали. Я думаю, что вот тут-то как раз нерв выборов. Дело в том, что Трамп протестный кандидат. Андрей абсолютно правильно сказал, что это протест против политической системы Америки, которая зашла в тупик. Она в пати. Восемь лет Обама сражается с Конгрессом, который не позволяет ему ничего делать. Вот это вот равновесие сил. И пытается Трамп каким-то образом обещает его разрешить. Каким образом, я не понимаю. Никто не понимает, включая Трампа. Но тем не менее, он представляет себя как революционера, который изменит вашингтонскую игру. В это трудно поверить, потому что ни Трамп, ни Хиллари Клинтон на это не способны. Если бы меня спросили, что бы нужно сделать для того, чтобы американская система отбинулась дальше. Я бы сказал, что можно было бы выбрать ни Хиллари Клинтона, ни Трампа, а найти такого кандидата, которого бы еще не было. Например, Сергея Брина. Вот сделать бы его кандидат в президенты. И тогда он, к сожалению, не родился в Америке. Но я представляю себе людей, которые живут в совершенно другом мире и другими интересами, которые придумывают машины без водителей, которые хотят отправить людей на Марс. У нас что-то совсем другое, что-то нечто такое, что двигает Америку в другую. И вообще весь мир в другую сторону, в сторону прогресса. И вот тогда, может быть, мы бы и сдвинулись с мертвой точки. Спасибо, Александр. Вот, Эндрю, что вы считаете? Все-таки чья позиция ближе? Вот людям, с которыми вы общаетесь, разговариваете? Вы, конечно, не социолог, но тем не менее вы чувствуете американцев. Считают ли они, что Россия бомбит Алеппу, например? То есть в Америке это американцы, да? Я думаю, что они понимают позицию России в Сирии. Я не думаю, что это секрет сейчас, что в первую очередь, на самом деле, это поддержка Асада. И во-вторых, может быть, еще можно бомбить ИГИЛ. Я думаю, что большинство американцев видят Россию как соперник именно в мире. Я не вижу, что у Трампа какие-нибудь теплые слова про Россию будут ему помогать в этом, выиграть какие-нибудь именно большие части голоса. Это не в плюс. Я думаю, что это в минус. Я согласен как раз с тем, что было сказано. Потому что здесь, тем более человек кажется к России, тем хуже для его шансов на выборах. Вот такая сейчас обстановка. Вы согласны, да, Константин? Вот так вот сейчас в Америке. Американцы-изоляционисты. Их Сирия, какая Сирия? Где Сирия? Их это не очень интересует. Понимаете? А что ж, так много времени-то уделяется и на дебатах, и в прессе. Это внешнеполитическая проблема. Там сейчас не погибают американские солдаты. Это не Афганистан, не Ирак. Поэтому она не занимает сознание американцев много места. Все понятно, так сказать, ну вот, примерно, что Россия противостоит там европейцам, коалиции, американцам в Сирии. Всем все понятно. Но это не волнует. Это не волнует, потому что это не касается. Не касается армии, не касается значительной степени бюджета. То есть эта часть дебата вообще пропадает с точки зрения влияния на аудиторию? Нам это неинтересно? Там есть одна составляющая, о чем говорил Эндрю Александр, это влияние России на электоральный процесс, на демократический процесс. Это неприятно. Это не просто неприятно. Это оскорбительно, это неприемлемо, и это очень серьезно. Именно поэтому Хилари об этом так много говорит. Мы должны закончить на этом программу. Но мы с огромным интересом ждем третьего тура дебатов. И не говоря уже о выборах, будем следить вместе с российским телевидением федеральным, которое этому уделяет массу времени. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова